Дядя Володя был тихим пенсионером. И не то чтобы очень старым, скорее, измотанным и побитым жизнью, как за глаза часто говорили соседки. Он приехал жить в наш район лет 20 назад, но чем он занимается, никто не знал. Сначала просто ходил помогал соседям по разным мелочам, кран протекающий починить или батарею продуть, чтобы зимой нормально тепло поступало. В общем, дружелюбный мужик, что и говорить. Однако была за ним и странность одна. Ни разу не видели его в компании других мужчин из нашего двора, никогда не ходил он в местные бары. Звали его, конечно, в гости, выпить на праздник с хорошим человеком, кто откажется. Но дядя Володя как-то все время увиливал от таких приглашений. Короче, мужичок со странностями. Каждый день выйдет во двор, достанет одну сигаретку из кармана, чиркнет спичкой и сидит, потягивает ее минут пять. Окурок в урну выкинет, пиджак поправит и домой идет. Но однажды случилась с ним неприятность. Дядя Володя сидел на скамеечке, грелся на солнышке и курил свою приму, когда мимо прошли несколько короткостриженных парней. Несмотря на ясный день, ребята явно уже были на веселе. Такие, знаете, птушники на каникулах, которым нечем заняться. А тут дядя Володя угостишь сигареткой. Парень был низкий и щуплый, но по наглой манере видно, что ничего не боится и уверен в себе. Я бы и рад, да у меня всего одна и есть, улыбнулся в ответ дядя Володя. Не ношу с собой больше, здоровье беречь надо. Ты чего, старый, лечить меня вздумал? Щуплый мгновенно ощерился, остальные парни кучнее столпились вокруг скамейки. Пенсионер прищурился на один глаз, вздохнул и примирительно поднял руки. Парни, вот честное слово, не хотел вас обидеть. Нет сигарет, правда. Давайте по-хорошему разойдемся. Слышали, парни он нас обиженными назвал. От первого удара дядя Володя увернулся, щуплый не удержался и по инерции перелетел через скамейку. От сильного удара ногой пенсионер успел закрыться руками, но все-таки упал на гравий. Там его еще несколько раз пнули, а поднявшийся с земли щуплый плюнул ему на спину. Все произошло так быстро, что никто не успел прийти на помощь мужику. Только спустя пару минут соседка выбежала прямо в халате, помогла ему подняться и отвела домой. Следующие несколько дней дядя Володя выходил на скамеечку с фингалом, а когда его спрашивали, что случилось, то просто отшучивался про бандитскую пулю. Но через неделю во двор заехал большой черный внедорожник. Соседи увидели, как из него вылез какой-то крепкого вида мужик, который удивительно проворно поднялся по лестнице подъезда дяди Володи. Через несколько минут он, как ошпаренный, выскочил из квартиры пенсионера. «Коля, я прошу тебя, не надо, как в прошлый раз!» Услышали соседи голос из открытой квартиры. Но мужик ничего не ответил, просто запрыгнул в машину, взвизгнул колесами и быстро уехал со двора. Щуплый сидел в шалмане с гордой, хотя и потрескавшийся вывеской лидер, когда внутрь зашли два немаленьких дядьки. Побледневший бармен успел только крикнуть. «Колян, стулья не трожь, они новые совсем». Поименованный Коляном уже было схватился за спинку стула, но сдержался и поставил его на место. Щуплый даже не попытался встать, возможно, до последнего момента так и не понял, что дядьки пришли по его душу. Без лишних слов один поднял его за шкирку и вмазал под дых, а второй накинул мешок на голову. «Чего вам надо-то? А? Что я вам сделал?» Всхлипывал щуплый, когда через полчаса его достали из багажника. «Заткнись и топай». В пустой квартире, куда парня завели, уже сидели его друзья. Несколько мордоворотов в спортивных костюмах ставили какие-то штативы и вешали лампочки по углам. «Вы, парни, хорошего человека, зря задели», – начал Колян. «Он же просил вас по-доброму, а вы что?» Уголовников они из себя корчили, в обычные слова тюремный смысл вкладывать вздумали. Покуражиться решили мудилы грешные. Гопники все это время сидели тихо, не смея пикнуть. «Короче, надевайте», – Колян дал каждому латексную маску и секс-шопа с прорезями для глаз, носа и рта, а сам достал блокнот и уселся на табуретку. «Зачем это? Что вы будете с нами делать? Что произошло дальше?» «Даже описывать мерзко». Мужики включили свет, поставили на штатив камеру. Парней заставили под запись делать разные отвратительные вещи, которые даже описывать не хочется. Например, один доставал у другого козявки из носа, а третий слизывал их с пальца. Или один пел хоп-хей-ла-ла-лей, а остальные в ритм засовывали большие пальцы друг другу за щеку и делали звук чпок. Так продолжалось почти два часа. Наконец, у Коляна закончились идеи, и он дал команду снять с парней маски и просто сфотографировать безо всяких изысков. Ну вот и все, вы свободны. Правда, гопники не верили своему счастью и ждали подвоха. Конечно, улыбнулся совсем уж весело Колян. Только подпишитесь на наш ТикТок, скоро вы там появитесь. А вздумайте, кому рассказать о нашей сегодняшней встрече. Я туда выложу ваши лица с именами, все узнают, кто скрывался под масками. Сложно. Парни, раскрутиться сейчас в соцсетях. Рекламодателям нужны растущие охваты. А так у нас контента хватит на пару недель. Да не присыкивайте вы так. Лучше порадуйтесь, что внесли вклад в развитие отечественной индустрии развлечений. А там, глядишь, тоже блог свой заведете. Подкасты будете записывать. Ну, хватит рассиживаться. Надевайте мешки и айда в багажнике. Отвезем вас домой. На следующий день гопники в полном составе пришли во двор и искренне извинились перед дядей Володей. Предложили даже угостить его пивом в лидере, но дядя Володя, как обычно, отказался. Странный все-таки мужичок. Продолжение следует...